добрый вечер всем конец рождества и сейчас мы можем посмотреть то скажет нам светлые силы светлые боги иисус конечно тоже отзовется поэтому беру тару роя они очень любят карту использовать шута и карту высших сил с этой колоды и египетская потому что я не знаю какие боги отзовутся не буду я никого призывать специально но кто отзовется скажу или каждому варианту или когда открою или в конце четыре варианта шесть карт вы можете выбирать что нам принесло рождество какой подарок нам придет от силы у нас подарок виде совета может реальный в общем какое чудо в нашей жизни пришло с рождеством и что нам приготовили светлые силы темные силы мы выслушали выслушали умерших теперь очередь светлых сил думаю если я достала египетские карты обязательно что-нибудь боги египта скажут подсказку так что выбираем елочка нам добавит конечно же серебряная удача особенно финансовая финансово вообще серебряной елкой связаны что выбираем кому не хватает времени ставьте на ползу я начинаю с первого варианта у нас первый вариант так на таро рамсеса у нас суд вернее юстиция 8 аркан плюс карта высших сил прямая на четко тут уже написано и королева пентаклей второй ряд иерафант тут четко что высшие светлые силы явились и конечно же туз кубков у нас и туз пентаклей этот туз пентаклей тоже связано тут вообще одни высшие силы вообще но тем не менее несмотря на то что тут карта высших сил выпало с египетским и это древним это ответит архангел архангел михаил общем-то он в христианской иерархии архангел но он бог если говорить магическим языком сам настоящий уже не дух он самый настоящий бог и верх и из высших ну в общем то это не удивительно и сегодня рождественские дни все он говорит что это подарок не вам пришел вашему роду в это рождество ваш рот влилась сила чтобы его продолжить потому что он мог иссякнуть даже если у вас много детей много побочных линий но тем не менее могла сложиться ситуация что ваш рот иссякнул бы а для вас это важно иначе вы не вытащили бы эту карту это не материальные карты вам выпали поэтому здесь очень много и дракон и даже здесь туз пентаклей он не совсем материальные жрица пришла служить своему богу другая жрица беседует с драконом это не материальные данном случае и это есть суд и суд очень специфический кто уйдет а кто останется вы видите под этим судом девушка сидит на книгах это книги судьбы в данном случае в этом раскладе это книга судеб и дальше переходит в туз туз кубков этот туз кубков полон женщина молодая и полна сил тут везде нарисовано на темном таро вы заслужили вашими поступками в вашими молитвами заслужили что ваш рот будет жить причем жить не нуждаясь тут 2 туза и королева пентакли но не по баснословному богатства потому что вы будете работать вы будете учиться вы вложите в свое образование если у вас есть дети постарайтесь дать им образование вашим племянникам вот вы выиграли разыграли карту жизни в это рождество когда у многих род грозит захереть и иссякнуть вы да тузы высший суд тоже самое и как видите тут спасаются уходят через воду это спасение вы выиграли это такое специфический очень суд причем это очень быстро могли разыграться события очень мгновенно что род прервался бы и род прервался бы потому что счастливая звезда вашего рода потухла и у вашего рода появился вор который забирает не что-нибудь а жизнь черная маска с которой вы бы не справились но вы заслуживали жить ваш род заслуживали чтобы он продолжился и поэтому ему помогли вот такая специфическая очень ситуация она не редкая но люди об этом мало знают время от времени разыгрывается такая карта жизни лотерея можно сказать лотерея по поступкам и вы выиграли вот видите у вас кувшины жизни были перевернуты даже выпала они поворачиваются и вот эта пара царю кубка это благая весть которую вы получили что вы останетесь живы и не останетесь бедными потому что этот паш мечей у вас забрал бы все он уже забрал у вас удачу самую главную счастливую звезду ну вот и вы выиграли такая очень странная можно сказать что вы очень счастливы в лотереях но не просто в лотереях а в лотереях жизни самых важных и даже если после этого вам будет не вести в чем то что-то будет не удаваться это может быть потому что вы выиграли уже как вы взяли приз на этот год самое главное что вы остались живы и рот ваш будет жить ваши дети ваши внуки не иссякнет потому что когда рот иссякает это на самом деле очень плохо человеку в следующих жизнях решается поддержки решается могущество решается силы потому что умершие тоже вас поддерживают и вы когда-то будете поддерживать своих потомков потом вернетесь на землю в свой род и еще вы по жизни связаны с своим родом и по жизни вы воплощаетесь в этой же семье и получаете от нее поддержку такое у вас очень это не у всех и не всегда но у вас это хорошо и вы внесли немалую в эту лепту у вас кто-то в роду была дама пентаклей которая очень много перестрадала и которая отмолила уже ее уже нету с ней рядом памятник даже нарисован ну может быть вы что-то вспомните она служила богам и она это отмолила выпросила у бога может быть вы вспомните она была очень положительным человеком но основная ее тайна и секрет что она служила богам причем не христианским она служила древним очень богам попытайтесь вспомнить может вам приснится поблагодарите ее поставьте ей свечку вот такой у нас интересный первый вариант был спасибо что вы нам сказали спасибо что пришли и на этом мы со всеми прощаемся совершенно в другом ключе я думала сюрприз будет ну вот он такой ну в общем то так как жизнь для человека самая главная и жизнь наших близких для нас еще важнее намного я считаю то очень хорошее послание просто прекрасное у нас второй вариант у нас пятерка жезлов императрица третий аркан девятнадцатый аркан солнцем тройка жезлов восьмерка кубков и десятка жезлов то есть у нас тут жезла откликнулся Ра между прочим верховный бог это не очень характерно но в этот раз он откликнулся спасибо Ра что вы пришли и отозвались на египетские карты я так и подумала не хотела брать другую колоду но когда я взяла египетские из шкатулки то поняла что хотят боги Египта говорить но если Ра пришел то деньги у вас уже будут Ра бог богатства помимо того что верховного бога он еще и бог богатства и бог солнца тут солнце изображено правда перевернутая ну он говорит первое что тем кто хочет иметь детей или хочет чтобы в их роду были дети у ваших детей были дети у вас будет и не один ребенок видите тут очень много детей и солнце вообще само по себе приращивает тут это богатство это карта императрица солнцем это богатство но самое главное богатство в вашей жизни это ваши дети это питомцы для многих и говорят что этого в вашей жизни будет много в вашем роду дети будут если не у вашего ребенка то у вашей племянницы и еще говорит что перевернутое солнце другая карта это подтвердит ее тут не высветилось ну что с ребенком тут могло быть какое-то несчастье прерваться да вот оплакивающая карта так и сказал что выпадет подтверждающая но этого не будет этого просто не будет вот да вот карта гроба что над ребенком в роду висит несчастье и в это рождество вы выиграли то что этого несчастья не случится эта карта не выпала он не уйдет тут луна в данном случае переход несколько иной мир был бы так вот с каким-то ребенком вашим внуком да правнука вашим племянником не важно какого возраста тем кого вы дорожите это не случится если вы в том возрасте что вы собственного ребенка планируете еще только то он выживет вас будут живые здоровые дети потому что это висит и висит это по роду потому что тут луна это по роду кто-то у вас совершил не очень в роду благовидный поступок и расплачивается жизнь ребенка это несправедливость с человеческой точки зрения ну с точки зрения высших сил это есть высшая справедливость она такая есть прерывая чью-то жизнь отдаешь свою но люди к сожалению этого не помнят вот вот это такой подарок что ребенок останется ваш жив если у вас есть дети они тоже будут здоровы внуки тоже это передается кто-то выживет а еще говорится что у вас есть талант творческий и он очень сильный по солнцу и что заработки у вас будут у вас будут заработки но часть ваших денег скажем так и где-то жизненных ресурсов перейдет чтобы ваши дети жили и только если у вас нет детей это безразлично но у вас все равно по роду есть дети вы все можете забрать себе но так как в роду всегда есть какие-то дети в побочных линиях то часть вашей удачи пока уходит на сохранение жизни ребенка что тут очень много вертится кстати вот у нас второй вариант и тоже говорится именно о жизни рода как-то вот тут лодка отплывает она как бы совсем в иные далее это не та в данном раскладе жезлов но этого не будет то есть если у вас кто-то на войне или что-то это не погибнет ну останутся живы но это именно не к восходящей линии а к нисходящей то есть это к детям имеется отношение что не не взрослого как это не старше себя и не такого как вы по возрасту это больше относится к детям что они спасаются что они защищают защищены и вы этого хотите в данном случае выступаете как императрица которая защищает свою семью своих детей и она их любит дальше если вы беспокоитесь о своем мужчине женщины о своем возлюбленном то не волнуйтесь он с ним ничего не случится и на это тоже уходит часть вашей удачи часть вашей ресурсов вы спасаете жизнь близким мужчинам это уже касается уже более зрелого возраста чтобы не быть в одиночестве чтобы быть вместе чтобы быть любимыми у вас это будет вам ваше счастье ваши дети ваш брак деньги у вас будут но для вас это не самое главное это двойка кубков да это решение не только светлых но и темных сил как-то сегодня речь идет я не знаю почему роде это тоже что вот сохраняет жизнь вашему роду ваше главное богатство это сохранение жизни вашего рода ваших детей и в основном мужчин то спасение женщин не идет речи тут задача женщин в роду вы сохраняете жизнь своим мужчинам или детям или своим мужчинам то есть это может быть там муж отец брат ну в принципе в такое время как мы живем действительно мужчин надо и защищать и если мужчина воюет как бы так сказать мечом в прямом то женщина воюет вот таким способом она отдает часть своей удачи часть своего материального благополучия чтобы с ним ничего не случилось так что если вы боитесь вот вы выиграли или жизнь своего ребенка или жизнь своего мужчины но выбирать вот тут не можете это будет выбирать уже другие но вы можете сказать прямо сейчас вслух кто для вас важнее и что для вас важнее я хоть это но выбирайте конечно свою собственную семью не семью тети не семью дяди выбирайте свою это совет от бога совет от рамп выбирайте свою собственную скажите вот вам пришел сохран в виде счастливой звезды вашего мужчину или ребенка вот такой у нас десятый второй был вариант спасибо что его осветили очень четко спасибо и не забудьте его поблагодарить вы выиграли жизнь интересно очень там была жизнь рода можете посмотреть первый вариант он очень перекликается жизнь ребенка или мужчину такие подарки в этом году приходят мы переходим прощаемся переходим к третьему варианту у нас третий вариант жрица перевернутая тройка жезлов перевернутая тут все карты перевернуты это вообще нет прямой маг императрица высший суд и двойка пентакли в чем-то точно специфическая двойка с пентакли я думала придет иисус но пришел гор втором варианте спасибо гор что вы пришли значит иисус будет последним ну смотрите тут маг и жрица и между ними поле он сказал вы сейчас подготавливаете поле для своего урожая и только познаете и скрываете истину и суд тоже вы бездействуете и смотрите и больше вы ничего не можете особо сейчас сделать вы можете смотреть наблюдать анализировать вы накапливаете опыт вы накапливаете знания чтобы это к вам пришло и этим воспользоваться но это будет позже сейчас ничего нельзя сделать это не состояние повешенного когда нельзя ничего нельзя сделать нет ну и жрица и маг накапливают знания и очень сильно накапливают знания и ждут пока этой ситуации настанет конец мир и шут когда эта ситуация закончится и станет легче все что вы можете делать это ждать вот у вас сейчас такой период бездеятельный просто бездеятельный луна чем похоже у нас сера фантон он убирает это чисто набор идет знания и шут сера фантон и вам будет учитель очень хороший очень талантливый дан по жизни который вам раскроет очень много тайн то чего никогда вы больше не получите вы не можете это получить и никто вам это не откроет он как это это или напрямую высшие силы или они будут с вами говорить через него потому что вы напрямую не сможете и через это через эти знания через какой-то момент вам пойдут блага и большие и вы будете жить гораздо свободнее и легче будете жить по шуту и миру у вас очень хороший блок очень хорошая защита вам дана от всех этих тягот мучений и где-то может вы сейчас в изоляции себя ощущаете но это именно потому что вам нужно время накопить эти знания не смотрите тут карта еще раз высших сил и она с шутом десятка пентаклей вы получите то чего вы хотите и деньги и недвижимость но когда вы накопите определенный запас знаний именно запас знаний от вас этого ждут вы накапливаете знания поэтому вы только смотрите на то что происходит буквально вы ничего не можете сделать чтобы вы не сделали пока вы на все ваши вопросы вот что спрашиваете почему со мной все так вы купите знания купите знания на перевернутое солнце чтобы потом как это на новый уровень перейти на лучший уровень у вас сейчас вот подготовка подготовка а потом это все неожиданно выстрелят да счастливая прямая еще раз вы смотрите на закат этого мира на конец этого мира что он никогда не будет прежним вы можете только наблюдать и это время поэтому у вас бездействие это а подарок вам придет позже вам придет позже за эти знания за понимание того что происходит вы накопите к вам придет деньги как вы хотите и улучшение положения в обществе и к вам будет прислушаться пока у вас есть очень хороший учитель или он вам уже встретился или очень скоро встретите этот учитель очень много по жизни даст у вас все время падает и шут и мир смотрите на конец одного мира конец одной жизни у вас будет другая жизнь у вас меняется судьба когда меняется судьба происходит некая пауза и ваша пауза это именно смена судьбы пока судьба меняется вы купите знания вы платите за смену судьбы реальности знаниями потому что это очень дорого дешевого ничего не бывает так как знание самое дорогое любовь в мире любовью вы не платите вы платите набором знаний за все что вы просили от судьбы от бога за все вы платите этим знаниям вот вам назначили оплату эти знания много учиться в жизни много познавать если вы этого не делаете если вы не учите если вы не познаете этого то вы потеряете и смотрите у нас дважды звезда и мир это исполнит ваши самые сокровенные желания звезда с миром исполнение желания вам дважды упало подтверждение дважды у вас две счастливых звезды зажгутся у вас две счастливых звезды зажгутся через какой-то момент и жизнь ваша поменяется вот вы оплачиваете за вашу смену жизни более счастливые вот таким набором знаний и бездетий вам придется очень много учиться если вы не учитесь если вы не познаете ничего вас не будет вы зависнете в этом состоянии все будет намного тяжелее вам надо учиться именно познавать мир что угодно изучать но нагружать свой ум нагружать свой мозг иначе эта оплата происходит гораздо более жестче по-другому тут другого варианта нету чтобы вас спасти во всем том что сейчас в мире происходит чтобы вы были счастливы вы должны заплатить своей учебой да тут спинтакли это с учебой связано чтобы вы набрали хорошего учеба это ваш пропуск вашей новой жизни начинайте если вы не учились еще раз шут чтобы вы жили очень легко шут это полная перемена судьбы он трижды упал это полная перемена судьбы вы должны и как шут как высшая сила вы должны чему-то учиться если вы выбрали третий вариант вы что-то сейчас углубленно изучаете это есть ваша настоящая оплата за вашу новую жизнь она обязательно придет но чуть позже вот такой у нас был третий вариант и мы прощаемся не забудьте сказать спасибо поблагодарить у нас четвертый вариант так как иисус еще не откликался сейчас он нам откликнулся да он откликнулся это его вариант так у нас апаш мечей сила рыцарь мечей девятый аркан отшельник перевернут солнце прямое что вдвоем неприятно и девятка пентакли до этого все время было не материальная полоса а тут смешано и с материальной стороны как ни странно рождество все-таки не материальный праздник но тут вы покинете вы покинете или место где находитесь или людей с которыми вы общаетесь для того чтобы общаться вы покинете свой старый круг в любом случае чтобы найти совершенно новых людей с которыми вам приятно общаться и с которыми вас столкнут именно пути силы то есть вы можете случайно прочитать там чей-то пост в интернете завязаться переписка вы можете пойти на работу познакомиться в подъезде как угодно но вот это такие это случайности вас привели или раньше уже примерно в течение года полтора вы пришли к этим людям но не больше вы порвете со всем кругом со всеми старыми знакомыми эти отношения будут изжившими себя а еще тем кто очень борется с чьей-то магией особенно магией как через с женщину и женщина обращалась к богине вы это преодолеете благодаря вашим знаниям новым благодаря новым возможностям это останется в вашем прошлом очень со многим попрощайтесь даже даже это вызовет у вас какие-то финансовые расходы но это нужно у вас очень хорошая появится защита у вас хороший блок и по девятке пентаклей вам обязательно придут деньги и хорошие деньги девятка пентаклей это не работа а императрица конечно не работа это точно не работа вам придут деньги в этом году что еще деньги со счастливой звездой обязательно императрица сама и девятка пентаклей деньги императрица деньги еще под счастливой звездой под каким-то успехом и удачей что еще императрица с императором либо вы очень ладите с женщиной мужчиной которым живете либо вы познакомитесь будете очень ладить то есть это либо свадьба прибавление в доме либо как бы мир согласия любовь полная полная да шестерка кубков не шестерка кубков шестерка и еще одна звезда второй вариант вторая счастливая звезда вам загорелась две звезды упало две счастливые звезды это очень сильный показатель благополучия и очень очень редкий жрица вам придется тоже перевернута очень много тайн откроется в этом году очень много узнаете тоже звезда с миром ваше заветное желание исполнится тоже шут очень похожие карты были в следующем варианте это карта высших сил но отображает она карту шута ваше заветное желание исполнится и вы будете свободны и независимы вам второе солнце и солнце прямое двойное солнце двойной успех то чего вы желаете достигнет двукратно двоекратно если вы хотите имущество у вас оно дважды увеличится если вы хотите любви вы получите два варианта если вы хотите переехать вы переедете если вам не хватает здоровья у вас прибудет жизненных сил но в любом случае это очень сильная защита очень сильная защита два солнца это редкость солнце очень благоприятная карта одна из наиблагоприятнейших карт у которых нету никакого негатива еще она дает развлечение дает любовь девятка с десяткой пентаклей десятка перевернута на девятке равна все равно приятное очень дополнение сегодня вообще больше говорят египетские и еще один мир очень похож вариант кстати говоря вот мир на мир у нас две звезды два мира то есть два заветных желания исполнится у вас интересно что дважды это повторилось два заветных желания исполнится у вас тут и переезд и исполнение желаний очень большие перемены то есть например если вы желаете хочу уехать тут все покинуть там найти устроиться это у вас будет еще одна девятка пентаклей прямая да у вас крупная прибыль будет еще или бизнес или крупная прибыль то чего вы пожелаете в этом году вдвойне исполнится имейте это ввиду но такие годы редко это не всегда и вам нужно очень хорошо продумать чтобы не ошибиться чтобы вложить эти ну скажем так деньги которые вы получите чтоб вам их хватало но долго распорядиться ими разумно это такое дает не просто потраты не раскидывать а именно под что-то вы должны продумать куда вы их вложите чтоб под доход под дом где вы будете жить то что вам понадобится на много много лет потому что потом такой возможности если вы ошибетесь такой возможности редко складывается и это надо много много ждать и вы не должны ошибиться вот такой у нас четвертый вариант вот вот такой подарок от иисуса мне он посоветовал еще какую-нибудь карту напоследок вытянуть подарок императрица очень очень благая карта и тут есть императрица и тут императрицы но не правда перевернута но тут две императрицы именно в его энергиях я вытащила это богатство но пока у нас два мира две императрицы две звезды два шута так что это тоже перемена судьбы перемена всего перемена в жизни полная и сейчас вы прощаетесь со старой судьбой это ваша старая судьба вот эта сила которая между сейчас рассказал только это сила которая между пажом и рыцарем мечей это ваша старая жизнь с которой вы прощаетесь прежде всего это ваша старая жизнь а люди это все потом это ваша старая жизнь и переходите на темную это это ваша новая жизнь вот это как выглядит вот карты все повторились и вам дадут лучше но много чем вы были ваше заветное желание это новая жизнь и еще связано с деньгами и хорошими и совет распорядитесь этим очень очень разумно такой у нас был четвертый вариант не забудьте поблагодарить что он вам ответил видео и на этом мы прощаемся и на этом вы не забудьте и что не забудьте